Обобщенные функции Обобщенные функции — это прежде всего техника, как пользоваться обобщенными функциями. Потому что теория там достаточно сложная, она вам, в принципе, особо-то и не нужна. Вам нужна практика, техника применения обобщенных функций. Ну, соответственно, что такое обобщенные функции? Вот мы построили пространство, например, РН, стопологии строгого индуктивного предела. У нас есть стопология, у нас есть пространство функций. Мы можем ввести пространство отображений вот этого пространства основных функций в числовое поле, где k — это либо множество вещественных чисел, либо множество комплексных чисел. Ну, стало быть, а если есть топология, это отображение можно определить как непрерывное. Всё. Соответственно, пространство линейных непрерывных функционалов обозначается вот такой буквой. Вопрос. Скажите мне, пожалуйста, есть ли у нас сейчас какая-либо топология вот в этом пространстве? Нету. Вот это отдельный разговор, как там ввести топологию вот в этом пространстве и сделать его тоже векторным топологическим пространством. Но пока, вот с точки зрения того, что мы сейчас рассмотрели, что мы можем сказать? Ну, это просто векторное пространство, и всё. Ну, давайте смотреть. Ну, как обычно, как мы это делали раньше, мы будем обозначать действие функционала f на пробной функции φ вот угловыми скобками. Угловыми скобками. Ну что, давайте рассматривать уже конкретные обобщённые функции. Начнём, разумеется, с дельта-функции Дирака. Дельта-функции Дирака. Как она определяется? Ну, сразу же хочу написать, как нельзя её определить, дельта-функцию Дирака. Вот её точно нельзя определить вот как. Вот так эту функцию определить нельзя. Кстати говоря, чему равен интеграл Лебега вот от этой функции? По всему? Существует. Ноль. Да. Это хорошая функция, интегрируемая по Лебегу. Правильно? Вот. Но вот это не дельта-функция совсем. Конечно, ребят, когда вы… В чём тут есть небольшая, что называется, заминка? А в том, что мы, когда вам рассказывают про обобщённые функции, вам пишут вот такой вот график рисуют, да? Вот такой вот. И говорят, вот он всё обостряется, обостряется и так далее. Всё обостряется, обостряется. Но вот это на самом деле, вот то, что пишут они, обострение вот это, это называется вот что. Есть некая функция f ε от x, хорошая функция, которая в смысле, в некотором смысле, если взять её интеграл, взять функцию φ от x, dx. f ε от x это вот такая функция, зависит от парам, чем меньше ε, тем больше обостряется. Так, что вот эта штука сходится к φ в нуле при ε, стремящемся к плюс 0. Ну и казалось бы, казалось бы, можно записать вот как. где Δ от x это какая-то локально интегрируемая функция поля бегу. Казалось бы. Ну вот давайте сейчас, это самый главный пример для начала. Давайте докажем, что вот это равенство неверное. что не существует такой функции Δ от x, локально интегрируемой, такой, что вот этот интеграл ли бега будет равен вот чему. Давайте это докажем. Доказываем. Итак, мы хотим рассмотреть вот это равенство. Так, в качестве функции φ от x возьмем шапочку, не шапочку, а, ну да, шапочку, но только без нормирующего множителя. Вот такую вот функцию возьмем. Вот что. Вот эту функцию, ну, это функция типа с шапочки, но дело все в том, что отсутствует нормирующий множитель c ε. Вот здесь. Подставляем. Значит, φ в нуле к чему будет равно? Единицу на экспоненту. Да? Ну, прошу прощения, единица на число е. Так. А теперь смотрим вот здесь. Здесь смотрим. Носитель вот этой функции φ от x заключен в отрезке а модуль x меньше ли равняется ε. Здесь δx и вот эта функция φ от x dx. Но можно просто проверить, ребят, что если δx локально интегрируемая функция в REN, ну, стало быть, она интегрируема вот по этому компакту. Так. Вот. И у нас получается оценка вот такая вот. Первое, что φ от x меньше ли равняется модуль дельта от x. Потому что φ от x у нас меняется от единички, меньше единички, короче говоря, φ от x. Это раз. Второе. Ну, если там положить ε равно единице на n, то φ от x будет стремиться к нулю для всех x, принадлежащих от мин... для всех x, принадлежащих REN. Ну и все. Вот давайте здесь напишу φ. Можно воспользоваться теоремой Лебега о предельном переходе, предельном переходе при n, стремящейся к плюс бесконечности, да еще с учетом того, что и здесь единица на n находится. Вот это будет стремиться к нулю, при n, стремящейся к плюс бесконечности. А с другой стороны, это будет равняться φ в нуле, то есть единица на е. Вот и противоречие, ребят. Вот и противоречие. Значит, дельта функцию Дерако нельзя записать в виде интеграла Лебега. Иногда, ребят, записывают в виде интеграла, но это уже не интеграл Лебега. Это запись действия функционала над элементом. Но мы не будем пользоваться интегралом. Мы будем записывать действия дельта функции вот как. Как скобки двойственности, это равняется φ в нуле. φ в нуле. Разобрались, ребят, да? Разобрались. Теперь возвращаемся к сходимости в пространстве основных функций. Помните, там у нас вводилась сходимость. Как сходится, что такое сходимость в пространстве основных функций. Давайте напомню. Как мы вводили сходимость? Мы вводили, что первое. Носители всех функций содержатся в каком-то компакте К. Второе. Сходимость этих функций равномерна. Для производных конечного порядка по всему ИРН. А вот теперь вопрос. Вот следующий пример я приведу. Последовательности. И мы должны выяснить, какие из этих последовательностей действительно сходятся вот в этом смысле от пространства основных функций, а какие нет. Первый пример. Вот такая последовательность. φn от x равняется 1 на n φ от x. Скажите мне, пожалуйста, вот эта последовательность, где φ от x, прошу прощения, φ от x принадлежит d от rn. Сходится ли эта последовательность в указанном смысле? Ну, нужно проверить выполнимость вот этих двух условий. Выполнимость этих двух условий. Ну, проверяем первое. Действительно, носитель φn от x совпадает с носителем φ от x, что содержится в каком-то компакте К. Правильно? Второе. Ну, совершенно понятно, что dx α φn от x сходится, можно оценить сверху, как единица на n dx α φ от x. Ну и это действительно сходится равномерно по x к нулю при n стремячась к плюс бесконечности. Вот, пожалуйста, действительно пример сходящейся последовательности основных функций. Второй пример. Пример b. Вот такой вот. φn от x равняется 1 на n делить x делить на n. Что мы можем сказать вот про эту последовательность, ребят? Вот пусть sub φ от x равняется k, компакт. Будет ли у функции φ от x делить на n компактный носитель? Будет или нет? То есть, вернее, найдется ли такой компакт, которому будут принадлежать носители вот этих функций? У нас x на n принадлежит компакту k, вот этому. Так? Правильно? Тогда x принадлежит n умножить на k. Существует ли такой компакт k0, которому будут принадлежать вот эти все компакты для любых n? А, ребят, как вы думаете? Я думаю, что вот этот компакт... Только компакта не был. Да, да, да. Но у нас она не может быть. Точка — это основная функция. Ну, то есть тогда это просто 0. Вот. Только если 0. А если произвольная функция, то только так. Такого компакта не существует, потому что при достаточно большом n у нас, вообще говоря, ну, не существует такого компакта, чтобы он содержал вот это неограниченное множество. Растущее множество, точнее. Поэтому вот для этой последовательности вот это свойство не выполняется. Ну и, наконец, следующий пример c. Следующий пример такой. φn от x равняется 1 на n φnx. Так, проверяем первое свойство. Будет ли носитель вот этих вот функций содержаться в каком-то компакте? Ну, если у нас носитель функции φ от x — это множество k, тогда при достаточно большом n мы выйдем за рамки вот этого множества. Ну, то есть у нас действительно носители вот этих функций будут содержаться в каком-то компакте. Будут содержаться целиком в каком-то компакте. Будут. Проверяем второе свойство. Вот это вот. Ну, дифференцируем, ребят. Вычисляем первую производную, как частную. Например, вот этого. По x1. Вычисляем. Это будет n на n d φ от y по dy1. Ну, я условно написал аргумент. Видите, n сокращается. А y1 — это у меня вот что. nx1. Ну, нам нужно взять супремум, да? И мы получим, что супремум вот этой вот производной по dx1 по x, принадлежащему k, будет равен супремуму по x, принадлежащему k, d φ от y1 до y1. И это не 0. Это не 0. Ну, то есть производные не будут стремиться к нулю. Сама функция к нулю стремится. Так, сама функция к нулю стремится. А ее производной уже нет. Не стремятся. А кандидат на то, чтобы быть пределом этой последовательности, какой? Только 0. Поскольку единица на n, здесь все хорошо. Принадлежащемуся к плюсу бесконечности, это стремится к нулю, правая часть. А производная к нулю уже не стремится. Значит, не сходится в смысле основных функций. Давайте дальше, ребят. Следующий момент. Следующие довольно важные функционалы. Ну, вообще, вот это все, дельта от x, это нельзя называть функциями, правильно? Их можно называть обобщенными функциями, как у нас в стране делается, да? А за рубежом называются распределения. Распределения или функционалы. Так вот следующий функционал, ребят, следующий. Ну, вот как он определяется, ребят. Значит, обозначается этот функционал вот как. p единица на x. Интеграл в смысле главного значения. Этот функционал действует на основную функцию следующим образом. Предел при ε, стремящийся к плюс 0. Вот такое выражение. Интеграл от минус бесконечности до минус ε. Плюс интеграл от ε до плюс бесконечности. φ от x на x dx. Понимается эта запись как? Ну, сначала мы вычисляем вот эти два интеграла. Так? Вычислили вот от этого выражения два интеграла. А потом переходим к пределу. Ребят, конечно же, вот этот интеграл в смысле, скажем, Риммана или Лебега, он не существует, разумеется, вообще говоря. Правильно? А он существует только в таком смысле. Ну, пример какой привести, ребят? Функция единица на x. Правильно? Вот смотрите, единица на x. Интеграл не существует, расходится. Так? А давайте посчитаем вот этот интеграл. Ну, здесь нужно единственное, заметьте, ребят, что функция φ от x, вот тут, которая у нас находится, она, ну, короче говоря, вот что я хочу сказать. Давайте рассмотрим вот такой вот интеграл, ребят. Потом я объясню, почему это мы можем сделать. Вот этот интеграл тоже расходится. Так? Правильно? А вот такое вот выражение уже существует. Смотрите. Давайте вычислим. Сначала вычисляются интегралы, а потом переходим к пределу. Ну, вычисляем. Интеграл от минус r до минус ε единица на x dx. Ну, это будет лонорифм модуля x минус r минус ε будет лонорифм ε минус лонорифм r. Правильно? Так. Вычисляем вот этот интеграл. ε r единица на x dx равняется лонорифм модуля x ε r равняется лонорифм r минус лонорифм ε. Чему равняется сумма этих двух интегралов? Нулю. Значит, вот это выражение у нас ноль. В пределе, разумеется, получаем тоже ноль. Вот в чем идея. То есть мы можем сопоставить расходящемуся интегралу некий вариант регуляризации этого интеграла. Но, разумеется, нужно, конечно, понимать, с какой целью это делается. Пока мы не знаем, для чего это вообще делается. Правильно? Ну, для чего нам вот этот нужен функционал? Мы знаем? Ну, пока нет, пока не знаем, для чего он нужен. Интеграл в смысле главного значения. Ну, а теперь дальше. Дальше вот какое дело. Почему здесь я могу взять минус r на r? Вот здесь почему могу взять? Ребята, почему? Фи-инфинитно. Значит, носитель найдется такое большое r, больше нуля, что носитель функции фи от х будет содержаться в отрезке от минус r до r. И поэтому реально вот здесь интегрирование будет от минус r до r. Ну вот так определяется этот самый функционал, называемый интеграл в смысле главного значения. А теперь вопрос. Является ли это действительно обобщенной функцией, распределением наш функционал? Что мы должны проверить? А. Линейность, Б. Непрерывность. Линейность есть в силу линейности вот этих двух интегралов по φ. Линейность есть по φ? Да. Потому что это интегралы Риммана даже. Линейность есть. То есть у нас получается так. П единица на х от суммы α1 φ1 плюс α2 φ2 будет, разумеется, равняется α1 П единица на х φ1 плюс α2 П единица на х φ2. Это выполнено. Это несложно. Второе, что нужно проверить, ребята. Непрерывность относительно… Ну, у нас функционал-то линейный, как мы доказали. Нужно проверить, что выполнено следующее свойство. Давайте я его сформулирую. Следующее свойство нужно проверить. Пусть у нас φnx сходится в топологии Тао к нулю. Нулевая функция. Нулевая функция в d от… Ну, в данном случае r1, ребята. В d r1. Что нам нужно доказать? Нам нужно доказать, что П единица на х φn от х тоже стремится к нулю при n, стремяющейся к плюс бесконечности. Тоже стремится к нулю при n, стремяющейся к плюс бесконечности. Но это и будет означать непрерывность с учетом замечания о сходимости в пространстве обобщенной функции и о том, что у нас определение по хайна совпадает с определением по каши в данном случае непрерывности. Ну, давайте смотреть. Ну, подставляем сюда. Ну, давайте смотреть. Смотрим. Нам нужно рассмотреть отдельно два этих интеграла. Ну, например, вот этот интеграл рассмотрим. Так. φ от х делить на х dx. Ну, мы можем разложить функцию φ от х. φ от х — это основная функция. Бесконечности раз дифференцируем. Мы можем разложить вот эту функцию в ряд Тейлора. Два слагаемых берем в ряде Тейлора. Получим вот что. Смотрите. εr в нуле φ от нуля плюс φ от х со звездочкой на х, деленный на х dx. х со звездочкой у нас, разумеется, есть функция от чего? Ну, какая-то функция, да. Какая-то функция, лежащая на отрезке от там, где мы раскладываем. А мы раскладываем в окрестности нуля, да? От нуля до единички берем. Да, в окрестность нуля. Раскрываем вот этот интеграл, разбиваем на два. Получаем φ в нуле на интеграл от ε до r, единица на х dx, так, плюс интеграл от ε до r, φ от х со звездочкой dx. х со звездочкой, разумеется, зависит от х, да. От х зависит, разумеется. А х у нас меняется по-разному. Так, вот получили первое равенство. Понятно, как оно получилось, ребят, да? Теперь второе. Вот ниже напишу. Интеграл от минус r до минус ε. φ от х на х dx. Но опять раскладываем. Только теперь у нас получится другое х со звездочкой. Здесь будет φ в нуле, плюс φ штрих х с двумя звездочками, х делить на х dx. Ну, опять это равняется, φ в нуле выносим. Интеграл от минус r до минус ε, единица на х dx, плюс минус r минус ε, φ штрих х2 со звездочкой dx. А теперь мы должны сложить вот эти два интеграла. Ну, тогда, с учетом только что проведенных рассмотрений вот этих двух интегралов, мы получим, что вот эти два слагаемого у нас, эти два слагаемого сокращаются взаимно. И у нас остается вот что в результате. Получается вот что. Смотрите, ребята. Вот такое вот выражение. p единица на х φ от х равняется предел при ε, встречающихся к плюс 0, от двух интегралов. Интеграл от ε до r φ штрих от х со звездочкой dx, плюс интеграл от минус r до минус ε, φ штрих х с двумя звездочками dx. Ну, давайте посмотрим, что мы можем сказать про эти два выражения. Давайте смотреть. Ну, здесь я уже могу, ребят, поставить φн. Мы же φн рассматривали, да? Последовательность вот эту вот. Берем φн. Ну и дальше оцениваем. Значит, вот это я сотру. Поскольку здесь уже все интегрируемо, по Римману мы получаем вот какой интеграл. Интеграл от 0 до r φ штрих n от х со звездочкой dx, плюс интеграл от минус r до 0 φn штрих х со звездочкой dx. Ну, а дальше оцениваем вот эти два. Ну, например, этот интеграл. φ штрих n от х со звездочкой dx. Оценивается как r супремум по х со звездочкой, принадлежащим от 0 до r, φ штрих n, х со звездочкой, вот так вот. А у нас-то φн стремится к нулю равномерно, ну, в топологии основных функций, ну, значит равномерно. Вот это к нулю стремится, при n, стремяющейся к плюс бесконечности. Второй интеграл точно так же оценивается. Ну и все. Мы доказали непрерывность. Значит, действительно, p единица на х, так как мы его определили, это есть обобщенная функция или распределение. Или линейно-непрерывный функционал на этот пространство основных функций. Так. Следующий подобного вида функционалы. Следующий подобного вида функционалы. Ну, теперь дальше. Вот такой функционал, ребят. p единица на х квадрате. Определяется вот как. Тоже в смысле главного значения. Только вот таким вот образом, ребят. Вот таким вот образом, ребят, определяется он. То есть вычитается первое слагаемое разложение в ряд Тейлора в точке х, равной нулю. Но то же самое можно доказать, что это действительно непрерывный функционал. Так. Ну и наконец, можно ввести вот такой вот функционал. xn. n натуральное число. Действует следующим образом. Вот так вот действует. Предел. Предельщик, настреляющийся к плюс 0. Два интеграла. А здесь вот как. от нуля. Берутся первые, соответственно, сколько у нас получается? Первые n слагаемых разложений в ряд Тейлора. Вот что такое вот это вот выражение. Теперь дальше, ребят. Ну мы еще позже вернемся. Я специально ввел, потому что мы попозже будем с ними работать. Вот с этими функционалами. Вот с такого рода функционалами в смысле главного значения. А сейчас очень важная формула. Очень важная формула. Но для того, чтобы ее ввести, нужно ввести новую операцию. Операцию дифференцирования обобщенных функций. И в принципе я укажу способ, каким образом вводятся все операции над обобщенными функциями. Вот это я все сотру. Как вводятся операции? Давайте я вот так вот и сделаю. Линейная операция, ребят. Как вводятся линейные операции над обобщенными функциями. Что мы сделаем? Вот у нас, ну, например, операция дифференцирования, как вводится. Вот я хочу применить вот такой вот оператор, который, как я уже описал, это и есть вот что такое. Вот такой вот оператор. Хочу применить к основной функции. Ну, применяю. Разумеется, у меня существует вот такой вот интеграл. Вот это умножить на локально интегрируемую функцию f от x. f от x принадлежит L1. Локальная Rn. Этот интеграл определен. Правильно? Потому что f от x это основная функция. Значит, носитель компактный, на компакте функция f от x интегрированный, интеграл поэтому существует. Если у меня функция f от x модуль альфа раз дифференцированная, ну, то есть, если вот оно из такого пространства, то я могу, интегрируя по частям, с учетом компактности носителя функции f от x, перебросить все эти производные на функцию f от x и получить следующее равенство. Ну, потому что приходится перебрасывать, сколько раз приходится проводить операцию интегрирования по частям, ребят, если у нас вот такой вот оператор. альфа-1, чтобы перебросить, альфа-1 раз вот эту перебрасываем, производную, альфа-1 порядка, потом альфа-2 второго и так далее, альфа-n последний. Вот это и есть длина мультииндекса, обозначается модуль альфа. Вот я перебрасываю, получаю вот такое выражение. Вот такое выражение получаю. Но это хорошо, когда у меня функция f от x, необходимое число раз, дифференцируемо в Rn, необходимое число раз. А если нет? А если нет, вот мы можем заметить структуру. Но вот это выражение очень сильно напоминает вот такую вот скобку двойственности. вот это сильно напоминает. Правильно? Дело все в том, что, ребят, да, маленькое замечание, напоминает, не напоминает, а я забыл ввести. Ну, дельта-функция у нас является какой функцией? Сингулярной. То есть ее нельзя представить в виде интеграла Лебега через какую-то локально интегрированную функцию. А если у меня изначально обобщенная функция определена какой-то локально интегрируемой функцией? Ну, например, константа c f от x. И определяется вот как. Констант умножить на интеграл Rn f от x. Но это же явно не сингулярная обобщенная функция. Это регулярная обобщенная функция. Вот. И регулярными обобщенными функциями называются функции, действия которых как функционалов на основной функции можно представить через интеграл Лебега. Вот таким вот образом. Вот эта функция как раз этим свойством обладает. Это регулярная функция. Можно записать скобку двойственности вот здесь. Здесь тоже кое-какая скобка двойственности намечается. Вот такая, смотрите, ребят. Минус единица модуль альфа dx альфа f от x на φ от x. И у нас получается, что если у нас функция f от x необходимое число раздифференцируемое, то, конечно, вот это равенство имеет место. Вот эта скобка двойственности равняется вот этому по построению. А если у нас функция f от x сингулярная обобщенная функция, ее нельзя представить через, тем более уж необходимое число раздифференцируемое функцию, то мы просто операцию дифференцирования обобщенной функции определяем через вот эти скобки двойственности. А именно, говорим, что производная обобщенная функция порядка альфа называется следующая величина. И пишем операция dx альфа f от x f от x обобщенная функция. Скобки двойственности основной функции. Это и есть вот что такое. Минус единица модуль альфа. Так, прошу прощения. f от x минус единица в степени модуль альфа dx альфа φ от x. Вот как определяется производная dx альфа. dx альфа это вот такая вот последовательность производных частных. Для произвольной обобщенной функции f от x. Скажите мне, пожалуйста, вот у нас есть обобщенная функция, ну, например, функция дирака. Сколько раз она дифференцируема? Функция дирака. Сколько раз она оказывается дифференцированной? Вот при таком определении производной. Бесконечное число раз дифференцируемых. В смысле производных обобщенных функций. Почему? Да потому что вот эта функция f от x у нас бесконечество раз дифференцируемая. И вот этот оператор определен для любого порядка альфа по этому. Правильно? А у нас вот это определение. Вот так. Поэтому обобщенные функции все оказываются бесконечно раздифференцированными функциями. Ну давайте теперь важная формула. Вот такая вот формула. Смотрите, ребята. Вот функция f от x. Значит, она выглядит следующим образом. Она является дифференцируемой на отрезке от а до x нулевое. Так, поглядите внимательно, ребят, что здесь требуется определить. Мы производную, вообще говоря, для вмотания, для каких функций определяли? Для функций, определенных, для точек внутри отрезка АВ. А здесь мы пишем c1 от x нулевое. В каком смысле понимается c1 вот здесь, вот в этих граничных точках? Слева и справа, совершенно верно. Вот. Поэтому я имею право написать пересечение вот с таким пространством. Смотрите, ребят. А здесь тоже производная определена справа и слева. Ну то есть здесь вот x нулевой понимается как предел отсюда, к b как предел отсюда, туда. Понятно? Ну, разумеется, все люди грамотные. Мы понимаем, что это неравносильно тому, что у нас вот так вот. Ну потому что хотя бы вот эти две функции, вот она, функция, которая удовлетворяет вот этому требованию. А вот это точка А, а вот это точка B. Правильно, ребят? Поглядите. А x нулевой это точка 0. Вот. Пример. Поэтому понятно. Так вот, справедливо следующее, давайте выведем следующую формулу. Оказывается, что производная функции F, ну производная, понимающаяся в смысле обобщенная функция, вот как эта. Так? Это и есть. Следующая конструкция. Вот такая вот штука. Сейчас я напишу, что это такое. Плюс F от x 0 плюс 0 минус F от x 0 минус 0 на дельта функцию Дерака в точке x нулевое. Что? Ну это понятно. Это просто разные значения, справа и слева. Да? Это функция Дерака. Она определяется вот как, ребят. Мы еще не вводили операцию замена переменных, но она определяется вот как, эта функция. Вот. А что же такая за функция вот эта? F' от x в круглых скобках. Это вот что за функция. Это есть. Ну вот в этой формуле, ребят, и только в этой. Давайте обобщенную производную будем писать вот так. d по dx. Большое. Я сейчас объясню почему. Ну чтобы различать. Здесь в смысле обобщенных функций, а вот здесь в классическом смысле. Так вот F' от x это что такое? F' от x при x больше ли равняется x0? При x больше x0, так напишем. А здесь F' от x при x меньше x0. Ну разумеется, эти две производные определены. При x больше x0, потому что здесь. При x меньше x0, потому что здесь. А вот в точке x равняется x0, произвольное значение вот у этой функции скобки, в скобках находится F' от x. Еще раз. F' от x в скобках. Это есть при x больше x0, производная классическая. При x меньше x0, производная классическая. А в точке x равна x0, вот это вот выражение принимает, ну какое-то произвольное значение. Нас неинтересующее. Вот нужно доказать вот эту формулу. Давайте доказывать. Давайте доказывать. Доказываем. Итак, dF по dx на основную функцию. Ну у нас рассматривается пространство основной функции вот это и пространство обобщенной функции тоже напрямую. Согласно нашему определению, производная обобщенная функция, вот это равняется с минусом F' от x х' от x. Скажите мне, пожалуйста, вот функция F' от x, только прошу прощения, я здесь R1 написал, надо от A до B, разумеется, и вот это от A до B. Функция F' от x, которая у нас была вот такого вот класса, вот такого класса, вот эта функция F' от x, она является локально интегрируема на отрезке A, B. Ну, смотрите, она является непрерывной на отрезке от A до x0, так непрерывность понимается опять в одностороннем смысле. Непрерывно от x0 до B. Но в любом случае у этой функции разрыв какого рода? Не выше первого рода, а может быть устранимый разрыв просто. Поэтому функция F' от x, разумеется, локально интегрируема. А тогда вот эти скобки двойственности можно записать через интеграл Лебега вот такой вот. А вот этот интеграл делим на две части. Минус интеграл от A до x0, F' от x, F' от x, dx. И минус интеграл от x0 до B, F' от x, F' от x, dx. Ну, интегрируем по частям в обоих частях равенства. Тогда я вот это статру. Стираю. Пишу. Это будет минус F' от x, F' от x в пределах от A до x0, ну, сразу же второй. Минус F' от x, F' от x, от x0 до B. Плюс интеграл от A до x0, F' от x, F' от x, dx. Плюс интеграл от x0 до B, F' от x, F' от x, dx. Равняется. Равно. Подставляем вот эти пределы. Пользуемся тем, что у нас F' от x основная функция от A до B. Чему равны значения этой функции в точках A и B тогда? Нулю. Этим пользуемся вот. Но здесь нам удобно записать вот как. Вот этот предел вроде как снизу, да? Значение функции F' от x, да? Мы напишем вот как. F' от x0 минус 0. А нижний предел даст подстановка 0, потому что вот. F' от A равняется F' от B 0. Здесь верхняя подстановка 0. А нижняя даст плюс F' от x0 плюс 0. Так. Ну и все это умножается на F' в точке x0. Посмотрите, видите, это вот я раскрыл вот эти два выражения. Ну а вот теперь вот эти два интеграла я могу соорудить вместе с учетом введенной функции F' от x в фигурных скобках. На F' от x до x. Ну а теперь смотрим, что у нас тут такое есть. Что у нас получилось? Вот это я сотру. Смотрим, что у нас получилось. Получилось вот что. Что это равняется? Вот чему. F от x0 плюс 0 минус F от x0 минус 0. А F' в точке x0, что это такое есть? Мы это вводили. Дельта функция x минус x0, а в точке x0, что это такое живое, F от x. Так. Ну и плюс, а здесь можно оставить вот как написать. F' от x, F от x. Ну вот это в силу однородности скобок двойственности, вот это выражение можно вот сюда занести. И получим вот что. Смотрите, ребят. F от x0 плюс 0 минус F от x0 минус 0. Дельта функции x минус x0 плюс вот эта вот функция, фигурных скобках, F от x до x. Вот это равняется вот этому для любой функции F от x. Вот отсюда. Ну стало быть, приходим к равенству. dF по dx равняется F от x0 плюс 0 минус F от x0 минус 0 дельта функции x минус x0 плюс F' от x. Что и требовалось доказать. Формула используется постоянно вот эта вот. В принципе, мы можем воспользоваться готовой уже формулой, которую только что вывели. Но тем не менее, давайте все-таки обращу ваше внимание, непосредственно это докажем, что вот справедливо такое равенство, где t от x это такая так называемая функция Хевисайда. С другой стороны, во всех точках, кроме нулевой, производная вот этой функции, этот x, это 0, разумеется. Ну, доказательство очень простое. Смотрите, ребята. Мы сначала так записываем, потом записываем через определение производной обобщенной функции, потом вспоминаем, что θ от x это оказывается локально интегрируемая функция Vr1, и поэтому эти скобки двойственности можно переписать вот таким вот образом. θ от x. А θ от x 0 при x меньше нуля. Тогда вот так вот получается. Осталось заметить, просто вычислить производную φ от x. А у нее компактный носитель, поэтому останется только постановка в нуле. Получаем φ в нуле, что есть дельта от x на φ от x. Все. Для любых φ от x выполнено вот это равенство. Значит, выполнено вот это. Как вы думаете? Ну да, еще один маленький момент. Хочу рассказать об уравнениях, в смысле обобщенных функциях. Вот, например, вот такое вот уравнение, ребята, хочу рассмотреть. В смысле обобщенных функциях. У от x это какая-то функция. Ну, обобщенная имеется в виду. Вот какая функция, при умножении на которую на x, получим 0 в правой части. Как вы думаете? Ну, в классическом смысле понятно, что тут происходит. Ну, на самом деле вот как. Дельта функция от x. Мы на произвольную константу умножены. Вот как. Это я просто сейчас рассказал, мы чуть ниже этим займемся. А сейчас вот довольно длительная, трудоемкая работа. И боюсь, могу ошибиться, поэтому даже книжку с собой взял на всякий случай. Потому что мы хотим сейчас посчитать производную от интеграла в смысле главного значения. А именно посчитать вот такой вот интеграл. То есть производную вычислить. Смотрите, ребята. Вот сейчас давайте попробуем, если не ошибусь, потому что велика вероятность ошибиться при вычислении. Вот такая вот штука. Требуется вычислить, чему равняется производная в смысле обобщенной функции от функционала по 1 на x. Ну как вы думаете, чему это равняется? Включайте аналогию с классическими производными. Чему будет равна производная d по dx от 1 на x? Ну там, где она существует. d по dx, простая классическая производная d по dx от 1 на x. Чему равняется? Вот это и получится. Только в смысле главного значения. Вот что получится. Напоминаю, ребят, напоминаю, что вот это определяется вот как. Вот этим символом, штрихом, обозначается, что мы разбиваем на две части. Ну вот тот самый предел, приепс, на странице к нулю. Ну для простоты я пишу. А это вот как определяется. И вот нам надо доказать вот это равенство. Ну что, будем доказывать, ребят. Будем доказывать. Так. Ну что. Ну давайте вот на этой полоне доски попробую доказать. Хотя, конечно, велика вероятность, что я ошибусь где-нибудь. Так. Равно. Перебрасываем d по dx на основную функцию по определению производной. Получаем вот что. Это есть вот что такое. Минус, предел, приепс, на странице к нулю. Вот интеграла от минус бесконечности до минус бесконечности до минус и плюс от и до плюс бесконечности. Фи штриха от х делить на х dx. Фи штриха от х делить на х dx. Так. Ну как сделаем, ребят? Давайте вот это мы оставим вот на этой половине доски. А вот на второй я буду как раз решать. Вычисление делать. Так меньше шансов ошибиться при вычислениях. Значит, сначала, ну вот давайте рассмотрим. Минус бесконечность минус и и до сего. Фи штриха от х делить на х dx. Это будет равно вот чему. Интеграл от минус бесконечности. Так, это будет вот что. Фи от х на х в подстановках х минус бесконечность х минус епсилон. Минус на минус, производное даст, плюс интеграл от минус бесконечности до минус епсилон. Фи от х на х в квадрате dx. Правильно? Поглядите, ребята. Так? Вроде так. Так, теперь дальше. Так, дальше вот что. Продолжаем. Ну, здесь, так скажем, сорганизуем все, что нужно. Будет фи от минус епсилон на минус епсилон, плюс интеграл от минус бесконечности до минус епсилон. Фи от х минус фи в нуле на х в квадрате dx, плюс фи в нуле на интеграл от минус бесконечности до минус епсилон. dx на х в квадрате. Продолжаю. Будет фи от минус епсилон на минус епсилон, плюс интеграл от минус бесконечности до минус епсилон. Фи от х минус фи в нуле на х в квадрате dx. Ну, а здесь подстановка будет. Значит, какая подстановка? Так, минус фи ноль, минус фи ноль, значит, так, минус и минус епсилон. То есть фи ноль делить на епсилон. Фи ноль делить на епсилон. Правильно, ребята? Поглядите. Так получилось? Вроде так. Теперь второй интеграл рассматриваем вот здесь. Рассматриваем. Интеграл от епсилон до плюс бесконечности фи штриха от х на х dx равняется. Опять перебрасываем. Фи от х на х епсилон плюс бесконечность. Дальше. Минус минус даст плюс интеграл от епсилон до плюс бесконечности фи от х на х квадрат dx. Так, посмотрите, ребята. Так, продолжаю. Так, это будет равняться фи от епсилон с минусом на епсилон. Подстановку сделаем. Вот эту. Дальше. Дальше. Плюс интеграл от епсилон до плюс бесконечности фи от х минус фи в нуле на х квадрате dx плюс фи в нуле интеграл от епсилон до плюс бесконечности единицы на х квадрате dx. Равно. Вот это вынужден стереть. Это равняется минус фи от епсилон на епсилон плюс интеграл от епсилон до плюс бесконечности фи от х минус фи в нуле на х квадрате dx. Так. И плюс, потому что минус минус, фи в нуле делить на епсилон. Фи в нуле делить на епсилон. Так. Ну а теперь вот эти два выражения я соединяю. С учетом… Вот поглядите, ребята, что делаем дальше. Вот давайте соединим вот это. Так. Вот с этим. Что это такое будет в пределе преимущественного стремящегося нуля, когда берем их вместе? Суммируем и переходим к пределу преимущественного стремящегося нуля. Что это такое будет? Ну это как раз и будет по единице на х квадрате от фи от х. Но у нас здесь минус. Значит, в пределе получаем вот что. Минус по единице на х квадрате фи от х. Вот от этих двух слагаемых. Теперь организую вот эти вот слагаемые. Давайте я что-то сотру. И у меня вот такой предел еще остается. Его надо посчитать. Предел со знаком минус не нужен. Единица плюс ноль. Вот такой. Здесь у нас вот что. Фи в нуле минус фи от минус епсилон на епсилон. Так. Плюс. Здесь вот что еще остается. Фи в нуле минус фи от епсилон на епсилон. Что это такое получится у нас? Ну вот это будет стремиться минус фи штрих в нуле. Так. А вот это будет стремиться к фи штрих в нуле. И они сокращаются. И это будет ноль. Ну вот и все. Формула доказана, ребят. Формула доказана. Давайте дальше. Давайте дальше. А вот теперь, ребят, важная вещь. Теперь важная вещь. Некие операции. Нас интересуют две операции над обобщенными функциями. Операция умножения на что-то обобщенную функцию. И операция замена аргументов в обобщенной функции. Вот давайте займемся сначала умножением. Это на самом деле очень тонкий момент тут есть. Вот теория обобщенной функции вот хороша, да. Все производные обобщенные функции существуют, да. Почему нельзя использовать обобщенные функции, ну вот в прямом смысле, не рассматривать там нелинейное уравнение в смысле обобщенных функций. Почему, ребят, как вы думаете? Да, совершенно верно. Что такое дельта в квадрате от х? То есть что будет, если мы обобщенную функцию умножаем на другую обобщенную функцию? Как определить результат произведения? Непонятно. С этим связаны сложности. Однако умножить обобщенную функцию на какую-то функцию мы все-таки можем. Но правда не на все, совсем не на все. Сейчас вот обсудим этот вопрос. Как вы думаете, на какие обобщенные функции мы вообще можем умножить? Ну вот давайте рассуждать опять точно так же, как с производной обобщенной функцией. Предположим, сначала у нас функция f от х регулярная обобщенная функция. Тогда ее действие на основной функции записывается вот как. Ну только rn возьмем сразу же. Ну у нас, разумеется, определено вот такое вот равенство, ребят, смотрите. Тривиальное равенство, но оно нам как раз и нужно. Ну конечно, хотелось бы, вот силу этого равенства, для сингулярных обобщенных функций, в данном случае от х может обладать, даже не быть дифференцируемой, правильно? Ну чтобы было справедливо это равенство, чтобы можно было просто сюда его подставить. Ну достаточно, чтобы она была ограничена, и все. И тогда все, этот интеграл сходится. А я хочу определить тогда для сингулярной обобщенной функции умножение на функцию а вот таким вот равенством, которое вот следует из этого равенства. Вопрос. Для каких от х я могу это сделать? Ответ. Для тех от х, для которых... Вот эта штука чему должна принадлежать? А от х на фи от х. А от х на фи от х стоит на месте аргумента, который должен принадлежать пространству основных функций. d от rn. Годится функция, ну скажем, непрерывная просто, но которая уже не дифференцируема. Годится? Чтобы ее произведение на функцию фи от х было снова из d rn. Хотя фи от х из d rn. Если у нас вот эта функция недифференцируемая, произведение уже не будет бесконечное число раз дифференцируемой функции. Правильно? Вопрос. Какая должна быть функция от х? Чтобы существовали все производные. Какая она должна быть? Бесконечно гладкая. То есть а от х достаточно, чтобы была c бесконечность от rn. Вот какая должна быть функция. И вот только на такие функции мы можем умножать обобщенные функции. Вот действительно, что такое квадрат обобщенной функции Дерака, дельта функции Дерака, определить невозможно. И поэтому нелинейной теории обобщенной функции, где у нас могло бы быть рассмотрено произведение обобщенной функции, уже нет. И нелинейной теории нету поэтому. Поэтому это очень печально. Теория обобщенной функции дает большие, так скажем, возможности, но нет нелинейных уравнений. Нельзя их рассмотреть. Можно рассматривать только линейные уравнения. Вот. Получили. Ну а теперь давайте выясним, чему равняется следующая штука. Чему равняется а от х, которая бесконечность от раздифференцирована, умножить на дельта функции от х. Как вы думаете, чему равна? Ну равна вот чему. А в нуле на дельта от х. Ну смотрите, доказываем. А от х. Дельта функции от х на φ от х. Согласно нашему правилу, умножение обобщенной функции это равно вот чему. Дельта от х, а от х, φ от х. А в обобщенной функции дельта функции определяется как то, что в нуле. Ну или можно переписать так. А в нуле на дельта от х на φ от х. В силу билинейности скобок двойственности можем занести вот этот множитель под знак угловых скобок. Это равенство должно быть выполнено для любых φ от х. Ну поэтому равенство обобщенных функций имеется. Ну тогда чему равняется х на дельта х, ребята? Ну х это бесконечно раздифференцируемая функция, годится для нас. Конечно нулю равно. Вот ответ на тот вопрос, который я задавал. А поскольку у нас линейное это уравнение, то у нас решением будет с дельта х. То есть это какая-то константа. Вот так вот. Ну давайте дальше смотреть. Давайте смотреть дальше. Вот такие вот давайте сделаем преобразования. Вспомним опять интеграл в смысле главного значения. Как вы думаете, чему равняется вот такая вот обобщенная функция? То есть произведение двух функций одна бесконечно раздифференцируемая функция х умножить на обобщенную функцию единицы на х. Как вы думаете, чему это будет равно? Единички. Ну как если бы сократилось, получилась единичка. Давайте проверять. х, п, единица на х, φ от х. Это равняется. И х перебрасываем сюда. Это равно интеграл в смысле главного значения r1, х, φ от х, делить на х до х. Но х-то сокращается у нас просто. Остается интеграл, понимаемый уже в смысле Риммана. А это и есть единица φ от х. Ну давайте дальше. Давайте дальше. Ну давайте более сложный пример рассмотрим. Вот как вы думаете, чему равняется вот такое вот выражение? Совершенно верно. Проверяем. х квадрат, p, единица на х в кубе, φ от х, равно p, единица на х в кубе, х квадрат, φ от х. Равняется. Сейчас сменю. Ну смотрим согласно определению, как действует функция p, единица на х в кубе. На основную функцию psi от х. Как эта функция действует? Следующим образом. Интеграл в смысле главного значения. Дальше. Пси от х минус пси в нуле минус х в штрих в нуле делить на х в кубе dx. Вот как действует вот эта обобщенная функция. Так, в качестве пси от х берем х квадрат на φ от х. Тогда смотрим. Пси в нуле ноль, правильно? Пси штрих в нуле. Это будет х квадрат φ от х штрих. Чему это при х равно нулю? Но можете посчитать, это тоже ноль. Правильно, ребята? Посмотрите. Так, поэтому вот эта ноль для нашей пси от х и вот эта ноль для нашей пси от х. Остается вот эта пси от х. Их квадрат на φ от х. Получаем φ от х на х до х. Ну тут х квадрат с х в кубе сократился. Так, ну теперь вот что, ребята. Давайте рассмотрим так называемые дельтообразные последовательности. Давайте рассмотрим дельтообразные последовательности. Ну они вот какие-то дельтообразные последовательности. Какие дельтообразные последовательности существуют? f ε от x равняется 1, когда модуль x меньше или равняется 1 на 2 ε, и 0, когда модуль x больше или равно 1 на 2 ε. Так, только что-то я тут… Так, конечно, вот так. Извините, ребята. Давайте докажем, что вот эта последовательность f ε от x стремится к дельта функции. Но в каком смысле? Что f ε от x на φ от x сходится к дельта от x на φ от x. Для любой функции f от x, принадлежащей d от r1. Вам не напоминает вот эта сходимость, которая у нас была в банахом пространстве, но аналогичного содержания сходимости? Как у нас она называлась тогда? Вот эта сходимость в пространстве функционалов, как вы понимаете. Звездочно слабая, совершенно верно. Звездочно слабая сходимость. Ну и пишется она вообще… Понимаете, в чем дело, ребят? В учебниках, конечно, называется эта сходимость слабая. Так? Но на самом деле это звездочно слабая сходимость, а не слабая. И, соответственно, обозначается она вот как. И вот какой результат у нас есть. Какой мы хотим доказать? Что вот эта f ε от x сходится к дельта от x звездочно слабо. Вот в этом смысле. Ну достаточно что доказать для этого? Ну поскольку здесь дельта функция, достаточно доказать, что сходится к φ в нуле. Вот эта штука. Ну давайте доказывать. Давайте доказывать. Ну давайте доказывать. Смотрим. Скобки двойственности f ε от x φ от x равняются. Ну это будет вот что. Это будет интеграл по R1, поскольку f ε от x локально интегрируемая функция. Вот что. Ну а здесь интеграл от минус ε до ε, единица на 2 ε, φ от x dx. И плюс φ в нуле на интеграл от минус ε до ε, единица на 2 ε, dx. Ну просто добавил, вычел, φ в нуле. Добавил, вычел, φ в нуле. Ну а теперь вот это чему будет равно? Вот этот интеграл. Единичке будет равен, правильно? И у нас остается φ в нуле плюс интеграл от минус ε до ε, φ от x минус φ в нуле на 2 ε dx. Ну а осталось оценить вот это выражение. Давайте оценим. Оценим вот как. Интеграл от минус ε до ε φ от x минус φ в нуле на 2 ε dx сверху. Это и есть супремум по x от минус ε до ε φ от x минус φ в нуле. А интеграл даст единичку. Но функция φ от x у нас основная функция. Поэтому вот это стремится к нулю, когда ε стремится к плюс 0. И в пределе мы получаем действительно, что вот это стремится к φ в нуле. Но это и есть означать, что звездочно слабо сходится и в дельта функции. Вот, ребят. Ну давайте дальше посмотрим. Ну на самом деле это пример. Один из примеров дельтообразных последовательностей. И вот оказывается, что дельтообразными последовательностями будет вот такая, такого рода функция. Смотрите, ребят. Вот такого рода функции будут дельтообразными последовательностями. Ну пусть у нас f от x больше ли равняется нуля. Пусть интеграл от нее равен единичке. И вот берем следующую функцию f ε от x, равную 1 на ε f от x делить на ε. Вот такую функцию берем. Так вот, вот такого рода функции будут стремиться звездочно слабо к дельта-функции. При ε стремящемся к нулю. Ну там много этих последовательностей. Но нам нужно еще рассмотреть один маленький момент. Это замена переменных дельта-функций, обобщенных функций. Давайте это посмотрим. Так, ну что, вот смотрите, ребят. Опять рассматриваем случай, когда существует интеграл Лебега. И вот у нас вот такая вот функция. Я хочу сделать замену аргумента. Какую сделать? Ну вот это обозначить через у. Ну а, разумеется, не равняется нулю. А иначе это была бы функция константа просто. Делаю замену. Получаю. Тут нужно сначала рассмотреть, ребят, два случая. А больше нуля сначала рассматриваем. Так. Делаю замену. Тогда у меня dy равняется adx. И поскольку а больше нуля, то при x равна минус бесконечности, y равняется минус бесконечности. А при x равна плюс бесконечности, y равняется плюс бесконечности. Видите, ребят? Существенно используется положительность а. Так. Ну видите. Пишем. Ну и пользуемся вот этой формулой. Получаем единицу на а, интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности. f от y, φ, y, минус b на а, dy. Так. Это для случая а больше нуля. В случае а меньше нуля. Пишем. Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности. f от а, x плюс b, φ от x, dx равняется. Ну вот теперь а меньше нуля. Поэтому если x минус бесконечности, то за счет а меньше нуля получим y равный плюс бесконечности. Так. А при x равном плюс бесконечности, y получим минус бесконечности равен. Так. Получаем вот что тогда. Ну и единица на а вылезает. И знак вот такой вот. От плюс бесконечности до минус бесконечности. f от y, φ от y, минус b, а, dy. Но мы можем поменять местами пределы интегрирования, изменив знак здесь. Будет минус единица на а, интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности. f от y, φ от y, минус b на а, dy. Ну а у нас меньше нуля. И минус. Но стало быть, я могу здесь записать просто модуль а поставить. Как, впрочем, и здесь могу поставить модуль а, поскольку а больше нуля. Правильно? И у нас получается общая формула следующего содержания. Вот такая вот формула получается. Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности. f, ax, плюс b, φ от x, dx равняется единице на модуль а, минус бесконечности до плюс бесконечности. f от y, φ от y, минус b на а, dy. Или это для локально интегрируемой функции. А для сингулярной функции мы просто записываем скобки двойственности. f, ax, плюс b на φ от x равняется единице на модуль а, f от y, φ от y, минус b на а, скобки закрываются. Вот формула замены переменных для обобщенных функций, какая получается. Ну давайте для примера рассмотрим случай дельта-функции. Для примера, дельта-функция от ax на φ от x. Ну согласно нашей формулы будет равняться единица на модуль а, дельта от x, φ от x, ну давайте y для приличия напишем, y делить на а. Правильно? Посмотрите, ребят, правильно? Я записал ту формулу просто. Но дело все в том, что вот это выражение у нас равняется вот чему. Дельта-функция, действующая на функции, это будет φ в нуле, все равно. Правильно? А φ в нуле это вот что. Сравниваем, ну и получаем ответ. Оказывается, вот какое выражение имеется. Вот и все. Продолжение следует... Продолжение следует...